Всем привет, с вами Синг, и у нас тут первый сезон восхождения героя эрудиции. Для тех, кто еще не вышел из мандариновой комы, поясняю. Вчера стартовал новый режим игры под названием Чистый Вымысел, который является идейным продолжением Зеркала, но надо чистить волны монстров. Всего из 4 этажа и 12 звезд, на каждом этаже 3 волны. Награда довольно жирная, и первые 2 этажа пройдет кто угодно. График всех активностей выглядит как-то так. К слову, Зеркало вернется к обновлению по понедельникам, и первую часть можно будет чистить почти до конца патча. Как раз люди соберут рацию под 11 и 12 этажи. Я там в телеге рассказывал, что режим совсем уж простой, но это была ошибка выжившего. На европейском мэйне получилось закрыть все на 3 звезды, но 4 этаж пришлось переигрывать. Грубо говоря, пасосный аккаунт на Схимека и Аргенте показал себя намного удобнее, чем хороший, но без эрудиции. Первый сезон заточен на спам АОЕ ультой. В принципе, все 3 усиления норм, главное подобрать команду. Но сначала объясню общие принципы. Волны фиксированы. В первые 12 врагов, во второй 14, в третьей 24. Это учитывая боссов и элиток. И пока вы полностью не уничтожите волну, следующее не начнется. К тому же есть ограничение в ходах. В нем скрыта важная гадость, отличающая чистый вымысел от зеркала. Даже если вы убиваете пачку монстров с одного удара, как Наруто Пейна, то ход продолжает идти. Он все время идет и не дает передышки. Чтобы получить все ништяки, надо заработать 60 тысяч очков. За половину этажа максимум можно получить 40 тысяч. То есть вам достаточно зачистить на 3 четверти. Урон с раскола, так назвали дебаф, который появляется от использования ульты, фиксированный. Это вроде бы все механические штуки, которые надо знать. Давайте я вам и расскажу о подборе команды, дебафах и конусах, которые заиграли в новом режиме. Надо же отобрать у многомиллиардной корпорации свои родные 720 нефрита. Вот для чего цвела наша роза. Аргентий невероятно хорош. По прошлому отрезку видео вы должны были это уловить. Мне нравятся о нем первые и третий бонусы, так как оба позволяют бездумно спамить ультой и закрывать что угодно, даже так себе статами. Связка Химека и Герта чуть ли не самая сильная комба в новом режиме. Они работают и поодиночке, но вместе это белиссимо. У жирничей с КММ и обезьяны нет никаких шансов. Генерал в целом тоже ничего, но Имха уступает всем вышеперечисленным. Из неэрудиции выделяется Клара. Идея в том, что в этом режиме нам в принципе не нужен хил или танк, поэтому она становится пассивным демедж дилером и защитником более тонких частей пати. Туда же можно отправить Блейда, тем более его бонус атака бьет во всех противников. Из саппортов в первую очередь выделю Пелу. Не забудьте приткнуть ей веревку на восстановление энергии. Блин, только сейчас догнал, нужен еще и ивентовый конус Волка. В идеале иметь первый Эйдалон, так как в этом режиме ее ульта просто разрывает. Все остальные саппорты тоже очень хороши. Аста и Мэй дают супер нужную скорость и урон. Тинь Юнь и Броня влияют на спам ультами. Если вы такой же шиз, как и я, вам тяжело отказаться от сустейна в команде, то тут либо Фу Сюань, либо Лоча. Повторюсь, можно играть и без хила щитовика. Но Фу Сюань дает бафы и имеет АОЕ ульту. Скоростной Лоча с веревкой на энергию супер эффективен. И очень часто сдает ульт. Как вы видите, на Мэйне я закрыл вымысел супер странным сетапом. Вельд ситуативный выбор и хорош будет только на поздних Эйдалонах, когда у него улучшаются дела с энергией. А вот Зелия. На ней надо иметь очень хороший урон и уметь на глаз определить, как выйти на ее знаменитый сетап в 4 удара подряд. Новичкам пока этим заниматься не стоит, а старички должны и без меня справиться. В целом вы можете проходить режим кем угодно, но он специально сделан под эрудитов. Я вполне серьезно рекомендую качать Герту, благо она есть у всех. Прямо сейчас сам над этим думаю. И если есть Химека, то ее тоже. Она и без чистого вымысла отличная. Вам даже вложений надо кроме прокачки, так как на рандомной одежде они все равно все закроют. Перед конусами закину вам маленький спойлер. Следующий вымысел будет про доты. Специально спроектирован под кавку и лебедя. Такие дела. Это случилось. Сигна Химека обрела смысл и дом. Без шуток. Топовый конус для чистого вымысла. Если выпал, качайте. В глаза бросается отдых гениев. Учитывая особенности режима, это буквально перманентный баф на крит урон и атаку. На зеле очень хорошо смотрится круиз. Понятное дело, что если у вас сигна, то нафиг надо. Я еще видел на ютубе странный билд с Абдаде Суша, но это тоже какая-то сложная вещь. На Азии я зачистил четвертый этаж как-то так. В целом есть много комбинаций. Первую половину я бы закрывал чем-то подобным. Условную пелу можно заменить на сустейны, если вам страшно. В теории, пожиратели луны Дзенлю и Вельт тоже могут быть на роли Сабдаде или Мейн Даде. Вторую половину можно душить двумя способами. Через огонь с Химекой Гуиня Фэнь или Хук. Приправив это либо ветроуроном, либо саппортами. Либо взять дуо Кавк Сервал или Генерал Сервал. Оно тоже отлично работает. Саппорт или Сабдаде на ваше усмотрение. Прасту главное не забудьте. Меньше всего мне понравился центральный баф. А первый и третий шикарные. Ориентируйтесь на стоимость ульты. Если она дешевая, то третий. Если подороже, то первый. В бою есть только одна рекомендация, с которой легко справиться на эрудиции и не очень удобно управляться на разрушении. Не бейте элитку или босса. Просто планомерно уничтожайте шелупонь. Она взрывается и ранит жирнича. Все. Больше ничего знать не надо. Серьезно. Вообще видео не планировалось, и в некоторой степени я закосплеил капитана очевидность. Но меня шокировало количество людей, которые застряли еще на третьем этаже. Или не могли добить звезды на четвертом. Чего уж там. Я и сам немного забуксовал. Надеюсь, новичкам мои мысли хоть как-то помогли. Старичков поздравляю с бесплатным нефритом. Режим на самом деле получился прикольным. Я понимаю людей, которые не успевают гриндить ресурсы на новых персонажей. Я и сам такой, так как для видео регулярно качаю и гоняю свежих девочек и мальчиков. Но сама попытка реанимировать полумертвый путь, пусть даже и через костыли, это здорово. Не знаю как вы, но я считаю это поддержкой игры в несколько нестандартной форме. А теперь, Ян Циня, почините пожалуйста. На этом все. Поматерить разрабов на тему, где мне брать энергию на новых персонажей, можете в комментариях. Спасибо за просмотр и отдельная благодарность моим замечательным бустерам и всем, кто поддерживает. Удачи в гаче и пока-пока.